Хава Нагила Тальк Равец за последние десятилетия гастролировал в более 40 странах мира, где он научился играть на национальных инструментах различных народов планеты. Это и китайские хулусы, и шотландская валынка, и азиатский хамус. А теперь и на узбекском нае. Ну а когда хочется разнообразия, почему бы не сыграть на африканском самодельном инструменте, сделанном из защечки обычных гвоздей? Или пустить в ход обыкновенную пилу? В моей стране, так же как в Европе и в Америке, дети чересчур привязаны к телевидению и интернету, что такие живые представления их, увы, особо не интересуют. Здесь, в Узбекистане, я заметил, что дети дорожат этим. Они слушают внимательно и уважают артиста. Увы, такое отношение к творчеству, как здесь, встретить уже очень редко. Как говорит Тальк Равец, перед приездом в Узбекистан он выучил две знаменитые узбекские песни. Одна из них из репертуара Азотбека Назарбекова «Песня Лола». А вторая – любимая песня узбекских детишек Тульпором «Мойскакун», которую он исполнил, как и многие другие композиции, в аккомпанементе с Хонда Миром. Игра на следующем инструменте больше походила на выступление иллюзиониста. Музыка образуется при манипуляции электрических волн, исходящих из антенн, так называемого термин вокса. Я впервые в Узбекистане. Уже побывал в Бухаре, в Ташкенте. Теперь проедусь по Самарканду, а потом уеду в Таджикистан. Каково ваше послание вашим слушателям? Занимайтесь музыкой, а не политикой. Творите музыку. Именно она порождает все хорошее на земле. По окончании концерта, прошедшего в Самаркандском региональном филиале Республиканского центра социальной адаптации детей, зрители не хотели отпускать певца, прося спеть на бис. Прощаясь, Тальк Кравец призвал творить добро, так как именно оно и способствует миру на земле.